Мне приходилось стартовать вниз, то есть в противоположную сторону от южного полюса, набирать скорость, потом разворачиваться и уже ехать обратно. Сильный встречный ветер, ветер все время в лицо, порядка 15 узлов, и это создает ощущение холода, что по-английски называется wind chill, на минус 42-43 градуса. Меня зовут Леонид Богуславский. Действительно, 11 января удалось доехать до южного полюса на велосипеде, на фэтбайке. Причем, что важно, это такой стандартный фэтбайк, который можно купить в магазине, то есть это не специально подготовленный велосипед для такого путешествия, но он был с максимально возможной шириной протектора для магазинного велосипеда, то есть 4,8 дюйма ширина протектора. Вообще, организация вот этого путешествия, экспедиции, испытания на выносливость делалось действительно заранее, потому что на южный полюс попадает несколько всего групп в течение года, и окно для того, чтобы туда пришли люди, не профессионалы, ученые, следователи Антарктики, а вот такие, скажем, дачники вроде меня, это два месяца. Это декабрь и январь, то есть это летние месяцы на южном полюсе, но летние месяцы на южном полюсе, все равно средняя температура выше минус 30 градусов, то есть все равно достаточно холодно. Значит, логистика вот этого всего мероприятия, она выглядит таким образом, то есть нужно прилететь в самый южный город Чили, он называется Пунта-Аренас. Из города Пунта-Аренас в Антарктику, вот на эту базу, база называется Union Glacier, летит российский Ил-76, военно-транспортный самолет, который везет там 50-60 максимум вот таких туристов про разные маршруты. Большая часть самолета – это грузы, поэтому он такой военно-транспортный, совершенно феерически выглядит посадка этого самолета на голубой лед, взлетно-посадочная полоса – это голубой лед, там толстый ледник, порядка тысячи метров толщина льда, и вот там рядом с этой взлетно-посадочной полосой находится лагерь, который называется Union Glacier. Обычно люди там проводят один-два дня, и после этого начинается у них тот или иной уже такой тур. Мы решили, что сначала попробовать пройти полградуса, и поэтому наш маршрут был 55 километров, нас забросили в сторону Южного полюса. Сложность логистики еще была в том, что вот этих фэтбайков, в общем-то, вот тех, которые нужно, с широким протектором, их нету в Антарктиде, и нам пришлось заранее договариваться с американцами, чтобы они завезли вот эти фэтбайки, на которых мы поедем. Это такой тоже был организационно непростой момент. Когда мы прилетели, то, походу, немножко у моих друзей начало меняться настроение, и как-то все решили, что они первый день пойдут на лыжи. Все-таки они поедут на велосипедах. Но я настроившись все-таки, что я буду ехать на велосипеде, предлогом того, что у меня буквально там 6 недель перед этим была достаточно сложная операция на ноге, я сказал, что я идти не могу на лыжах, а вот на велосипеде ехать можно, поэтому я поеду на велосипеде. Я, в общем, ехал один. Первый день освоили больше 15 километров, потом была ночевка в палатках на снегу. Мы решили уложиться в два дня, и на следующий день мы освоили 35 километров, но уже все ехали на велосипедах и приехали на Южный полюс на велосипедах, вот на этих фэтбайках. В чем особенности езды на велосипеде в Антарктиде? Во-первых, это высокогория. То есть без всякой адаптации мы оказались... Вот этот последний там градус, последний полградуса широты, это высота 2500 метров над уровнем моря, но поскольку в районе Южного полюса низкое атмосферное давление, то ты себя ощущаешь, как на высоте 3500 метров. Еще так получилось, что и особенно первый день, что был небольшой уклон в гору ехать, и с высокогорием, с тем, что ты едешь, хотя и про такому прибитому снегу, но все-таки это езда по снегу. Это довольно тяжелая езда. То есть полное ощущение, что ты все время едешь в крутой подъем, порядка 80%, скорость средняя 6-6,5 километров в час. Больше ты не можешь дать просто потому, что даже если ты прилагаешь высокую мощность, то у тебя будет пробуксовывать заднее колесо. Основная трудность была в том, что после какой-то небольшой остановки, то, что надо было, естественно, питаться, в общем, так же, как люди делают это на марафонах и на длинных триатлонах, каждые 30-40 минут надо было что-то поесть, потому что это многочасовая езда, но ты поесть можешь только остановившись. И вот тронуться на фэтбайке и чуть-чуть в гору после остановки, вот это было такое... Ну, вот это было непросто. Мне приходилось стартовать, в общем-то, как бы вниз, то есть в противоположную сторону от Южного полюса, набирать скорость, потом разворачиваться и уже ехать обратно. Ну, то есть можешь себе представить, что, в общем, это все равно как на очень крутом подъеме в гору, пытаться начать движение на велосипеде. Достаточно непросто. А условия тоже очень серьезные. Значит, температура меньше, чем минус 30 градусов, сильный встречный ветер, ветер все время в лицо, порядка 15 узлов, и это создает ощущение холода, то, что по-английски называется wind chill, на минус 42-43 градуса. Вообще, надо сказать, что такой важный момент, что я вообще не готовился к этому. Вот это, наверное, было ошибкой. Более того, у меня не было опыта езды на фэтбайке по снегу. То есть я реально это не попробовал. Я посчитал, что ну, я там в лагере что-то попробую, и действительно, пока мы были первый день в этом базовом лагере, то я там минут, может, 15-20 покрутил фэтбайк, но там более утрамбованный снег, и, в общем, немножко все другое. Если бы я заранее, уже с сегодняшним знанием этих особенностей езды в Антарктике, я бы, наверное, значительно лучше себя бы чувствовал, и мне было бы легче это испытание проделать, чем было там, так как получилось. Еще один момент, который был для меня неожиданный. Поскольку очень холодно и ветер в лицо, то ты едешь в маске и с горнолыжными очками. Так вот, из-за того, что едешь в маске, так получается, что очень быстро очки изнутри запотевают и покрываются просто коркой льда. Становится ничего не видно. Поэтому я быстро понял, что единственная возможность – это вообще ехать без маски на лицо. То есть чтобы дышать ртом, или надо дышать вниз, чтобы не поднимался воздух на выдохе, не поднимался в очки. Ну, смотрите, вот, значит, езда примерно 6-6,5 километров в час. Без учета остановок надо ехать порядка пяти часов. И при этом эти все пять часов, считайте, что вы едете в подъем. То есть я бы сравнил вообще, если делать именно последний градус, то это многодневная велогонка, где каждый день ты, наверное, проезжаешь не меньше 150 километров по усилиям, и при этом с достаточно приличным набором высоты. Если это сравнивать с длинным триатлоном, можно сказать, что каждый день это где-то половинка дистанции айронмена, наверное, вот так примерно, по усилиям. Еще есть один важный момент, и неприятный, это то, что нельзя потеть, потому что негде сушиться, и можно замерзнуть. Поэтому как только ты чувствуешь, что у тебя начинает подмокать спина, надо останавливаться и, в общем-то, остывать. Поэтому режим езды, он был вот такой, что там 30-40 минут едешь, потом, не знаю, 5 минут останавливаешься и какой-нибудь там батончик пытаешься съесть, что тоже непросто, на этом ветру, на холоде, и, соответственно, чуть-чуть остыть, и потом опять едешь. А каждый раз, вот как я сказал, начать езду на фэтбайке, на снегу, в условиях, когда чуть-чуть вверх идет подъем, очень непросто. Я никак не готовился, ну, просто потому что я, в общем, все время что-то делаю, как-то тренируюсь для себя. То есть у меня неплохая база. Я думаю, что даже без подготовки я бы, если очень надо было бы, я мог бы завтра сделать полный Айронмен, ну, просто такая база уже существует, и, в общем, я специально никак не готовился к этому. Самое яркое впечатление было такое смешное, это то, что Олег Тиньков, который с нами ехал, в общем, пересел в теплый ратрак. Из этого теплого ратрака кричал мне все время, Леня, перестань, мы уже всем все доказали, залезай сюда в ратрак. Вот это было такое сильное впечатление, потому что он меня долго уговаривал, чтобы я прекратил издеваться над собой, и присоединился к нему в теплой машине. Ну, они, конечно, дают несколько вещей. Это эмоции. Первое, может быть, самое главное, это эмоции. Второе, это возможность увидеть мир, точно так же, как мы ездим в разные страны на разные соревнования любительские, и зачастую стараемся побывать в новых городах, в новых местах, где это проводится. Это, в общем-то, такой очень важный элемент путешествия, ну, такого активного путешествия. А эмоции достаточно сильные, потому что, ну, ты каждый раз преодолеваешь себя, может быть, доказываешь себе, что ты все еще молод, и можешь делать такие, проходить через такие испытания. Собственно, это то, для чего, наверное, не только я, а все, кто занимается спортом на выносливость, там, в каком-то среднем плюс возрасте, я думаю, что все делают это ради вот этих двух вещей. Посмотреть интересные места и получить эмоции. Мне кажется, что сначала надо, в общем-то, убедить себя или прийти к тому, что тебе это почему-то интересно, может быть. Даже если ты это еще не попробовал, это что-то неизведанное, но тебе это может быть интересно, либо в силу того, что твои друзья что-то делают похожее, ты хочешь стать частью какой-то тусовки интересной и соответствовать ей, или ты хочешь куда-то поехать специально, вот в такой активной компании, сделать какой-то старт. Ну, это вот первое. Нужно себе сформулировать, для чего тебя это мотивирует. А уже после этого, в зависимости от того, что на что ты нацелился, допустим, ты нацелился сначала на полумарафон, или ты хочешь там половинку длинного триатлона сделать. Я считаю, что нужно начать тренироваться, и причем не самостоятельно, особенно если ты только начинаешь. То есть обязательно нужен тренер, а еще лучше, если ты начинающий, то делать это в какой-то группе с другими ребятами, для того, чтобы как-то это было более социально, интересно. Ты будешь общаться, какие-то советы друг другу давать. То есть без тренера вот начинать циклические виды спорта рискованно, как минимум рискованно. Из того, что я до сих пор не делал, я думаю о том, чтобы на будущий год, может быть, в это же время, в начале января, уже зная технику езды на велосипеде в Антарктике, проехать существенно более длинный маршрут, многодневный маршрут с ночевками в палатке, на снегу, доехать до Южного полюса, но не с полградуса, а с последнего градуса, то есть минимум 111 километров, это надо будет ехать где-то 5 дней на велосипеде. То есть устроить себе такую антарктическую многодневку. Вот этого я еще не делал. Но знаете как, вот я себе сказал все равно, что вот я в этом году я сделал половинку длинного триатлона, полградуса, а на будущий год я сделаю длинный триатлон, градус. Вот это было бы интересно сделать еще раз.